Книга «Открытым оком. Тема женщины». Том 7, вопрос 1821. «Нужно ли подчиняться родителям, когда они желают, чтобы девушка вышла замуж, когда она не хочет?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Власть родителей простирается и на эту свободу ее, если, конечно, родители верующие». 1 Коринфянам 7, 38. «Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а невыдающий поступает лучше». Афанасия, память 12 апреля. Однажды во время работы за ткацким станком она увидела спускающуюся к ней сверху блестящую звезду, которая, дойдя до ее персей и осветив ее всю, исчезла. От этого времени отраковица просветилась душою. Возненавидев суету мира, она решила идти в монастырь. Но родители сильно воспротивились благому намерению своей дочери и принудили ее, вопреки желанию, выйти замуж. В браке она прожила лишь 16 дней, после чего неожиданно овдовела. Внезапно на ту страну напали дикие мавры, так что муж Афанасии должен был идти на войну, где и был по неисповедимому промыслу Божьему убит. А вдовев, Афанасия решила снова удалиться в монастырь. Но прежде чем она успела привести в исполнение свое желание, пришел указ царя, требующий, чтобы девы и молодые вдовы вступали в брак с его воинами. Убеждаемая своими родителями, Афанасия вторично вышла замуж. И в новом замужестве она не оставляла заботы о своем спасении. Не прельщаясь удовольствиями и не предаваясь излишней заботе о временных благах, она почти все время проводила или в чтении Святого Писания, или в пении псалмов. Пастырь добрый потерял овцу, глупую-преглупую овечку, Им и в храм прийти обычно не досуг, Нежатся келейники на печке. Место для потери у тетерии, Обихожина всегда есть выход запасной. Если день не солнечный, а серый, Вмиг за оговоркой, за каменной стеной, Скроются под видом благочестия, Будто бы ревнует о порядке. Вечером в субботу не до чтения, Нет на богослужениях месяцами к ряду, Значит, потерялась полбарана, Может, от ягненка четвертинка. Он еще оправдывается легкой перебранкой, Но уже за гривок ощетинив. Случай подвернулся показать, За себя он или же за правду. И уже бодучая коза На чужом загоне ищет травку. Только там, где община заметна, Как коростовеет шелудивый скот. Нет и листьев на засохшей ветке, На отломленной какой же будет плод. Звоним, спрашиваем или посещаем, Но овца давно уж не овечка. Мысли мелконькие и еще мельчают. Вор увел, насиловал, калечил, Уши их сейчас плохое слышат. Глазком их подглядывать за нами, Нездоровьем печь, а злобой пышет. Тряпка грязная, где прежде было знамя. Господи, взыщи, нам не по силам, По небрежности утерянных найти. Да и смерть не сразу их скосила. Алкоголь, обжорство, никотин. 8 сентября 2003 год. Игла. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok